Следствие установило, в апреле 2013-го пятеро жителей Московской области познакомили с 60-летним мужчиной. Вошли в доверие к пенсионеру и убедили переехать на новое место жительства в Владимирскую область, пообещав при этом выгодное трудоустройство. Обманным путем они завладели его квартирой стоимостью 6 миллионов рублей. В 2014-м эти же люди вместе с Мариной Кокул повезли пенсионера в Вязники. К словам осужденной, в дороге у мужчин возник конфликт, они вышли из автомобиля, после чего Кокул стала наносить удары пенсионеру. Можете продемонстрировать, как удары ключом наносить, рукой? Ну, ключом я просто вот так замахнулась от нее, вот он у меня область призывала тела. А Донкратом он наклонился вниз, и Донкратом я его два раза ударила. Тело мужчины было обнаружено 22 мая того же года в Петушинском районе. Следствию изначально удалось доказать причастность Кокул к махинациям с квартирой. В 2016-м она была осуждена на 3,5 года. То, что именно она убила пенсионера, удалось доказать гораздо позднее. В ходе расследования она пыталась запутать следствие, указывая на причастность к убийству своего брата. Экспертиза ДНК доказала обратное. За убийство Кокул приговорена к 8 годам лишения свободы. По совокупности наказаний за решетку она проведет 8 лет и 7 месяцев. Продолжение следует... Продолжение следует...